Добрый день, дорогие друзья! Наконец-то я добрался до записи видеоролика Меня подвигло на запись видеоролика последний фильм Джона Деппа Фильм называется «Превосходство» Ну там английская транскрипция по-другому звучит Фильм достаточно интересный Есть в нём что посмотреть и чем поразмыслить Но меня он не особенно зацепил Однако там один вопрос был задан Который от меня потребовал внутреннего ответа Обладает ли человек самосознанием? Ну я как бы хотел высказать какую-то тему По поводу самосознания, осознания и сознания самого человека То есть я называю самосознанием Это когда руки человека вот так сделаны В разные стороны разведём руки В право, в лево, свободные руки Это самосознание Осознание Это когда руки человека вот так соединены Это достаточно забавно То есть как походит на обнимашки Да? Обнимашки А это Руки походят на что? На встречу На распахнутые руки На встречу Встречаю радостного человека Это я его обнимаю Чего? Это Волк сознания и самосознание А где находится сознание со мной? Сознание само находится вот здесь В середине Видите? Само тело человек является в сознании В образе И отсюда взаимосвязь и взаимоотношения этих вещей очень такое интересное То есть когда у человека достигает самосознания и эти руки распахнуты он ничего сотворить не может он может сотворить только одно радость радость принятие мира принятие всего распахнута вот это само сознание но ничего сделать невозможно в осознании опять человек он принял мир теперь он его обнимает его любит в осознании принятие мира принятие там ничего угодно в осознании а в сознании тоже человек что не может сделать видите просто дело все вот это три вещи действовать соединяя самосознание с осознанием то есть мы руками что-то делаем шевелим раз они разошлись раз сошлись раз ручками что-то творим все мы делаем ручками вот это очень важно то есть выраженное выражение этой формы самоотношений самосознание и осознание наша деятельность руками творческая деятельность самое главное творческая деятельность когда она гармоничная то мы создаем творческий продукт какой-то творческий продукт который будет востребован миром востребован цивилизацией востребован обществом когда мы с ним гармонии Но гармония находится в сознании человека В этом пространстве, в свободном пространстве Когда сознание человека свободно Тогда в нем возможно гармоничное отношение между самосознанием Его сознанием Две вещи важны Но наша проблема в чем? В том, что наше сознание не является свободным Оно зависит от ума Понимаете? Мы все время обращаемся к уму К тому, что мы боимся или у нас воздействуют внешние факторы Обстоятельства хита Объективные или субъективные Которые влияют на человеческое восприятие И человек испытывает чувство страха Это чувство страха человек испытывает И что он делает? Он начинает анализировать окружающий мир Обращаться к уму Не доверять сознанию своему Не доверять окружающему обстановке, окружающему миру Поэтому наша задача освободить сознание Создать условия, при которых ум и сознание находятся в равных отношениях В равных состояниях Тогда мы сможем в сознании, с помощью ума Создать гармоничное отношение между сознанием Внутри сознанием, между самосознанием и его сознанием И тогда мы можем начать что-то творить Реализовывать наш талант Реализовывать наши способности Возвращаясь к фильму Где господин Фриман И господин Деприн Играют такие интересные роли Которые символизируют эти состояния Когда невидимая героиня Эта самая девушка Которая, конечно, попадает между двух огней И вот эта любовь мечется И, конечно, она определяется И становится жертвой Помогая спасению Как бы человечества Когда эти три состояния Объединяются именно любовью Сознание существует В любой форме Если это форма любви И там главная героиня Любила вот этого ученого И любила его преданно Стремилась сохранить любовь Очень большую жертву она принесла Свою собственную жизнь На алтаре этой любви Вот благодаря форме этой любви Существовало В электронном виде Виртуальной реальности Сознание героя Дедя Джон Деппа Который там задает Герой Джонни Деппа Имеет ли герой Фримана Самосознание Постоянный человек Видите Если я так буду находиться В самосознании Человек умрет просто От Бога Если будет ходить В осознании Постоянно он тоже умрет Поэтому Эта тема Как бы Вопросы теорические Спасибо вам за внимание Всего вам доброго С вами был я Виталий Рафеев На канале Чувство Знания До новых встреч Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok